...в компании, связанные с управлением с пилотными автомобилями. И Tesla сейчас активно собирает доказательства, чтобы привлечь их к ответственности этих работников. Но чего греха таить? Мы не можем приковать работников к батареям. Это вообще хорошая идея была. Никак. Поэтому вероятность, что не произойдет утечки, невозможно. Поэтому приходится юридически здесь защищаться. Да, прошу. А можно вопрос? Вот вы заплатили мне 500 миллионов в акции. И дальше они что, не должны использовать? Или все, они откупились? Как это понимать решение? Хороший вопрос. Потому что изначально сам по себе риск подавался о факте нарушения. То есть факт нарушения привязан с компенсацией и запретом. Но проблема в том, что доказав запрет, дальше нужно доказывать коммерческое использование. То есть это такая юридическая история. Вы знаете, как у нас были споры, связанные с серым импортом. Было такое нашумевшее дело, связанное с импортом пива, минеральной воды. С ампли-грина водичка такая есть минеральная. И серые импортеры очень много ее возили. И оригинальный производитель не хотел, чтобы на рынок России поступалась водичка от серых импортеров. То есть блокировала их. И он все время выигрывал эти дела, но судьи не понимали. Во-первых, все время появлялись новые импортеры серые. Как грибы после дождя. Даже было дело только в Porsche Cayenne. Когда Porsche Cayenne машинку завезли сюда в серую. И они наложили арест на этот Porsche Cayenne, он стоял там на таможне. И это тоже нашумевшее было дело. И они все их арестовывали, а что делать с этой водичкой, с этим товаром, было непонятно. Вот та же самая история. То есть составляя иск от нарушений прав, ты всегда должен думать о какой у тебя следующий шаг. Поэтому доказывая нарушения, дальше нужно понимать, что делать с контрафактом. И вообще как контролировать использование. В этой части, дорогие мои хорошие, пожалуйста, помните, что защищать права патентные гораздо сложнее. Потому что патентная технология, запатентованная, она, как правило, не на виду. Вот мы сегодня с вами поговорим о товарных знаках. Их видно. То есть мы видим, у нас везде есть логотипы, буквально везде. Мы их видим. И доказывать факт нарушения средств индивидуализации бренда гораздо проще. Потому что их видно. А патент, который использован где-то в штативе, в линзе или, извините, там в скважине, попробуй докажи. Поэтому, несмотря на то, что у нас теперь в России, в том числе по патентным делам, можно получать компенсацию до 5 миллионов рублей, просто доказав факт нарушения, раньше у нас этого не было, по патентным делам все равно это сложно. Но при этом продолжается рост судебных дел по интеллектуальной собственности. И рост на самом деле колоссальный. У нас есть суд по интеллектуальным правам, который рассматривает споры. У нас есть палата по патентным спорам в Роспатенте. Если вы хотите аннулировать чей-то патент, или кто-то хочет аннулировать ваш патент, вы встретитесь в палате по патентным спорам. В палате работают эксперты Роспатента. Если они вынесут решение, которое вас не устроит, вы можете его оспорить в суде по интеллектуальным правам. То есть у нас вся система заточена на том, чтобы защищать ваши права. И такое количество дел растет, растет и растет. Может, это создано с тем, что мы в так называемой четвертой революции цифровой, и так или иначе, вся интеллектуальная собственность крутится вокруг инноваций, и все больше и больше у нас будет споров именно вокруг этого. И здесь уж давайте тогда, раз уж мы на такой визионерский момент зашли, давайте немножечко поговорим. Все-таки островы островитяне, вам надо смотреть вперед. Какой у вас там план? 2035? 2050? Давайте немножко вам расскажу о трендах, которые вообще в целом происходят. Сейчас в практике обратно вернемся, поговорим немножко о трендах. Что у нас происходит в целом вообще в мире и территориальной собственности, кроме того, что патентная охрана немножечко не успевает за появление новых технологий. Но вы знаете, в Китае на промышленной выставке, кто-то хвастался, что за 6 месяцев в среднем они могут вывести продукт, от прототипа до выпуска промышленного. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что это так. Когда у вас любая фотография, любая картинка, любое изображение, любой дизайн, попав в сеть, через секунду индексируется таким количеством сайтов, что отловить его уже невозможно, мы с вами понимаем, что нам очень тяжело охранять интеллектуальную собственность. Кроме этого, все больше говорят о том, что вот эти вот объекты, вот 12-25 КК, их недостаточно для того, чтобы защищать современные результаты интеллектуальной деятельности. Допустим, есть такая штука, как информация о потребителе. Эта информация о потребителе, так называемая big data, это на самом деле, ну как бы, говорят, что это золото будущего, нефть будущего. То есть это что-то, из чего можно извлекать очень большие прибыли. То есть на чем зыждется огромное количество бизнесов. То есть вы знаете, да, когда вы включаетесь, допустим, к Wi-Fi, к Wi-Fi, к вашему согласию, никто не читает то, что написано мертвым шлистом, снифером, можете считать ваши данные, знать, сколько вам лет, пол, ваши предпочтения, даже на какие сайты вы заходите. И если все знают, если вы знаете, что ультром... Нет, ну не совсем так, скажите как. Ну, на самом деле, он видит только интернет. Значит, вот у нас здесь с холлтех работает, в том числе, с одним из проектов. Если вы, может быть, он не видит IP-адрес, но эти истории, эти устройства видят гораздо больше. Вот, и как мне объяснили, что это связано с тем, что им нужно видеть и давать рекламодателю более точную информацию о том, кто вы. То есть, если, допустим, вы знаете, там, я последнее время удивляюсь, эта штука, видимо, слушает, потому что если я скажу слово «сапоги», то мне следующее время, там, следующие несколько дней будет пока... Сто процентов, так и есть. Реклама обуви. То есть, вот, и тут меня даже никто не спрашивает о том, что мы с вами зайдем в устройство, и, может быть, кто-то еще не знает, в разделе «Конференциальность», «Геолокации» вы можете увидеть, где вы ездите, сколько времени вы проводите, по умолчанию во всех айфонах, не знаю, есть ли это в Samsung. Я обычно студенту, когда это рассказываю, они заходят, у них там волосы дымов встают, они начинают эти пункты отключать. Это как бы, ну, то есть, система, она знает, где вы находитесь, что вы делаете, что вы покупаете, потому что все привязано к устройству, какой кофе вы пьете, какие марки вы предпочитаете, на какие сайты вы заходите. То есть, вот это вот, возвращаясь к интеллектуальной собственности, вот этот набор данных, он становится невероятно ценным. И у нас совсем недавно был такой нашумевший судебный кейс, когда социальная сеть ВКонтакте предъявила претензии к нашему сколковскому стартапу Double Data, который занимался тем, что скролил, как это правильно сказать, личные кабинеты, личные кабинеты социальной сети и собирал данные о пользователях ВКонтакте. На основании этих данных он составлял профиль каждого пользователя. И по этому профилю ставил определенные очки. Дело с Коином. И точно такое же дело было. Я в этих делах просто в суде представлял стартапы. В первом случае Double Data, в втором случае дело было связано с HeadHunter. На сайт HeadHunter заходил робот Вера. Есть такая программа робот Вера, в которой, допустим, вы можете загрузить 100 анкет, резюме, и она будет обзванивать и задавать вопросы, которые вы и скажете. То есть вам не надо садиться и каждому позвонить. Робот Вера это делает. Но во втором случае с роботом Вера, она действительно занималась трудоустройством, а в первом случае с Double Data, Double Data делают скоринг для оценки кредитноспособности. То есть он скролил, парсел, собирал данные с ВКонтакте и оценил, насколько вы благонадежны. Ну, условно, если вы там 5% публикуете какие-то нехорошие, то, наверное, вы не сильно благонадежны или постоянно меняете трудоустройство, и в этом анкете это есть. А если там четко вовремя заходите и следите за графиком, то тоже как-то все это по системе они меряют. Так вот, два абсолютно похожих случая, но с разным способом использования. Как раз вокруг больших данных. Как раз вокруг баз данных. То есть на основании баз данных владельцы сайтов говорили, вы не можете это делать. А стартапы говорили, а почему мы не можем? Открытый доступ. Да, открытый доступ. Если я на заборе свое резюме вешаю, я же предполагаю, что это любой может прочитать, и кто-то может просто пойти и эту информацию собрать. Если это не наносит мне ущерба, почему бы нет? Сейчас мы сможем долго с вами об этом спорить, но вот просто помните о том, что данные это такая, наверное, новая что ли интеллектуальная сотка, если говорить о каком-то визионерском характере. Чем дело крути? Я не могу говорить, потому что я участвовал в споре. Смотрите, публичные решения суда. Вопрос. А вот эти большие данные о потребителе ради интеллектуального труда человека вложены в них? Вот тут сразу мы прям... Скоро божий. Очень хорошо, да. Мы тут даже входим скорее в наполнение. То есть и в первом, и в втором случае наполнение сайтов, порталов делали сами потребители. То есть мы с вами наполняем какой-то... Вот как работает Инстаграм, Фейсбук. Там есть сейчас, конечно, коммерческий контент, но очень много наполнения идет от пользователей. И следующий довод, который приводится в защиту свободного использования, слушайте, ну это же не ваш контент. Это ваш потребитель сделает. Почему вы считаете, что он ваш? Просто потому, что вы сделали эту площадку. Поэтому это тоже один из доводов, который все время пойдет в свою чашу весов, мы пытаемся понять, что и как. Значит, этот тренд, который вы себе пометили, значит, где-то себе записали, пометили, что данные, большие данные, это такая штука, которая важна, про которую надо знать, и которая, наверное, когда-нибудь станет самостоятельным объектом. Следующий момент, это так называемая как бы квазиинтеллектуальная собственность. Когда интеллектуальную собственность, при слове интеллект, создает не человек, а машина. У нас сейчас в сети есть уатсоны всякие, которые что делают? Которые могут писать стихи, создавать музыку. Есть, допустим, компьютерная музыка, полностью написана компьютером. Сразу возникает вопрос, а кому принадлежит исходный код, или кому принадлежит нотная запись этой музыки, которую написал компьютер. Мне, как создателю этого суперкомпьютера, компьютер субъектом права быть не может. Роботы пока еще не субъекты права. Хотя, вы знаете, часто говорят, у вас про бототехники были мастер-классы? Да? Говорят, что когда-то не было прав у ромов, потом не было прав у каких-то странах у женщин, потом сейчас у собак и кошек права появились, и следующее – это роботы. То есть, на роботу нельзя будет взбываться, потому что у роботов тоже будет какая-то своя защита. Будет что-то происходить. Вот. Поэтому вот это… Дело же не в правах, по-моему, а в том, что человек признается неадекватным, что он так поступает в отношения его существ. По-моему, там и с роботом же то же самое будет? Ну вот, наверное. То есть, робототехника пока еще не дошла до того, чтобы мы защищали роботов. Но робот может что-то создавать. Вот у нас и был такой интересный кейс. Есть известный фотограф, который гулял по парку с обезьянами в Индонезии. И у него были настроены правильно настроенные объективы, чтобы снимать обезьянок. И одна из обезьянок утащила у него фотоаппарат и сделала селфи. Селфи настолько стало известно, потому что он очень прикольный селфи. И это селфи сразу попало на обложки журналов. И он стал придать претензии. А ему говорят, слушай, ну как бы это же обезьянка стографировала. А он стал доказывать, ну я же ракурс настроил. И был такой спор очень интересный. Тоже не буду рассказывать, чем закончился, чтобы мы потом и селфи посмотрели и почитали. Значит, это вот такие вот интересные штуки, которые связаны с тем, как у нас Институт интеллектуальной собственности... в целом называют. Бред-бред, а для фотографа это хлеб. Ну когда ты так и поймешь. А в текущий момент, то, что искусственный интеллект создает, признается за кем? За авторами? Это в искусственном? Равно об этом... Нет, к сожалению, устоявшейся практики. Нет. И в разных странах, да, в разных судебных системах нет пока единого подхода. То же самое, мы продолжаем визионерскую, с вами часть об этом немножко поговорим, это краудсорсинг. Значит, один известный банк, крупнейший банк нашей страны, решил сделать рекламный ролик. Очень плохо у него какое-то время назад получались ролики. Все его за это, значит, этот банк всячески как-то по нему отзывались не так лестно. Он сказал, ну раз вы все такие умные, начинаем, значит, повсеместную модерацию всеми. И сделал на краудсорсинге, говорит, давайте пишем, все вместе пишем сценарий. И люди заходили, писали, 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 и авторов такого объекта получилось там сотни и сотни. И невозможно вычленить одного, и невозможно, непонятно, как управлять такими краудсорсингами проектами в части интеллектуальной собственности. Когда там несколько сотен авторов. Тоже очень такая важная история. И последняя история, это подумать, которая вам скажу, называется IP-контаминейшн. Сейчас с этим столкнулся Apple в споре с Qualcomm. Это, значит, прям такая вот, такая, знаете, такая вкусность, вкусность, такая прям нектара интеллектуальной собственности. Это когда вы, работая с одним подрядчиком или партнером, используя его интеллектуальную собственность, не можете ее раскрывать другим лицам. А у вас, допустим, процесс. Это, на самом деле, живой пример. Это не только Apple с Qualcomm. У меня есть клиент, который прям живой пример. У него поставщики разные, крупные. Они очень трясутся над своими интеллектуальной собственностями, над своими чертежами. А ему надо все время их интегрировать в процесс производства. И он говорит, я не могу даже этих инженеров, то есть друг другу, показать, что они делают. То есть я все время должен работать с одним, потом работать с другим. И вот Qualcomm сейчас обвинил Apple в том, что они показывали чертежи изделий Qualcomm для Apple, чтобы интеловские чипы стали лучше. Сейчас вокруг этого идет спор, насколько я ограничен в использовании интеллектуальной собственности, получаемой от другого лица, только нужными своей организацией. Могу ли я показывать другому подрядчику, который тоже делает это для меня. И тоже это во мне никак не выходит. Вот это вот IP-контриминация называется. Тоже такая отдельная, интересная история. Ну, мы с вами возвращаемся к нашим этапам. Значит, про первый этап мы поговорили, теперь давайте его разбирать. Оформление служебных ритм. Ну, по-другому, я не знаю. А мы с ним